Здравствуйте, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас 2 ноября, 7 минут после полуночи, по местному времени, час 7 минут в Украине и 2 часа 7 минут московское время. Среда. И напечатанного, изданного в 1913 году. Значит, глава называется «Классификация психических болезней». Ну, в данном аудиоролике я в основном зачитаю вам последнюю часть этой главы, в которой будет профессор Косака обсуждать свою классификацию. Начало я её зачитал, там, первые несколько страниц я зачитал в предыдущем ролике. Ну, а сейчас завершу. То есть, по сути дела, этот ролик будет посвящен рассуждениям и классификации, или проекту классификации, профессора Сергея Сергеевича Корсакова. Итак, наибольший класс есть второй, то есть класс, собственно, психических болезней. Это уже проект классификации Корсакова. Относящиеся сюда формы я разделяю на три отдела. К первому отделу относятся болезни, которые представляют собой, так сказать, основные типы психических заболеваний. Сюда будут относиться меланхолия, мания, острое бессмыслие, паранойя и ещё некоторые другие болезни. Болезни этого отдела различаются между собой главным образом по совокупности психологических признаков, по преобладающим симптомам из области чисто психических проявлений и последовательности их смены. Так, в меланхолии на первом плане стоит такой психологический признак, как мрачное аффективное состояние, связанное с заторможением мышления, причём симптомы развиваются в известной последовательности. В мании на первом плане увеличение обличений, уменьшение высших задержек, экспансивное настроение, причём тоже заметно характерная последовательность в развитии психических проявлений. В остром бессмыслии – неспособность ориентироваться, неясность сознания, спутанность и более или менее быстро развивающееся отупение. В паранойи ложные идеи при достаточно ясном сознании развивающиеся в известной последовательности. Благодаря преобладанию тех или других психологических признаков, обнаруживающихся в определённом порядке, является несколько основных форм, в которых и проявляются душевные заболевания наиболее часто. Это именно формы душевных болезней, потому что по их модели, так сказать, отливаются душевные заболевания. Конечно, смотря по тому, какой материал будет отлит в эти формы, или точнее, смотря по тому, разобьётся ли психическое заболевание у предварительно совершенно здорового человека, или наоборот, у дегенеранта, или потатора, алкоголика, или истеричного, в деталях внешнего проявления заболевания будут отличия, но всё-таки основной тип той или другой формы будет сохраняться. Эти-то основные типы форм душевных заболеваний и описываются в первом модели второго класса под названием «Основные формы психозов». Из них некоторые составляют наиболее простые типы психозов, другие же, хотя и составляют также типичные болезни, но состоят из сочетаний отдельных простых типов. Я описываю их в чисто смешанных психозах. В числе смешанных психозах. Для большинства этих психозов не найдено патогномоничного анатомопатологического субстрата, и поэтому при различении их нельзя брать в основание анатомическую подкладку клинической картины. Это и составляет главное отличие психозов этого отдела от психозов следующего второго отдела. Второе отдел второго класса будут составлять такие душевные болезни, которые, хотя и должны быть причислены к психозам по резкости выражения и значению психических симптомов, и составляют также определенные формы, в которые отливаются душевные заболевания, но в то же время характеризуются и целым рядом соматических симптомов со стороны нервной системы, указывающих на органическую анатомическую подкладку страдания. Для большинства фор сюда относящихся анатомическая подкладка не только констатирована, но и вполне патогномонична. Между вторым и первым отделом не может быть строго установленных границ. В связи с прогрессом науки, вероятно, многие из форм чисто симптоматически сделаются анатомическими и благодаря этому получат большую, большую определенность в отношении нозологического выделения. Вот видите, Сергей Сергеевич Корсаков уже упоминает о нозологической формах классификации. А мы живем МКБ-10, МКБ-11 – это нозологическая. Правда, МКБ-11 уже там в смесь идёт. Ладно, это потом. Таковы, например, прогрессивный паралич помешанный, старческая слабоумие, сифилис мозга. Этот отдел я называю органические психические расстройства или органические психозы. Третий отдел второго класса образует такие психические болезни, которые не представляют собой только форму заболевания, а составляют ту основную психопатическую почву, на которой развиваются те или другие формы. Психопатические, значит, психические болезни, относящиеся к третьему отделу, всегда составляют проявление неправильной конституции, то есть расстройств не случайных, а тесно слившихся с особенностями данного организма, вытекающих из основных свойств организации, существующих или в данный период времени, или присущих организму отражения. Ввиду этого эти особенности могут быть и врожденными, и приобретенными. Аналогично тому, как могут быть и некоторые соматические, конституциональные болезни, врожденными и приобретенными, например, сифилис, точно так же и между психическими, конституциональными болезнями могут быть и прирожденные, и развившиеся в течение жизни, как, например, вследствие злоупотребления спиртными напитками, вследствие перенесенных мозговых болезней, вследствие какого-либо диатеза или вследствие влияния таких неврозов, как эпилепсия, неврастыния, истерия. Этот отдел я называю психопатические конституции и конституциональные психозы. С существованием той или другой психопатической конституции определяется и общий склад психического строя данного лица, а также в значительной степени и тот оттенок, который примет случайно развившееся у данного субъекта одна из форм основных и органических психозов. Считаю необходимым тут же отметить, что у одного и того же больного может одновременно существовать и какая-нибудь из форм основных или органических психозов, и какая-нибудь психопатическая конституция. Имея, например, случай меланхолии, мы можем в то же время констатировать у больного и конституцию периодического психоза или конституцию, свойственную климактерическому периоду женщин. Из этого ясно вытекает, что по моему воззрению определение болезни по предполагаемой классификации не может сводиться лишь к тому, чтобы обозначить форму психического заболевания, а также и к определению психопатической конституции, если такова и имеется. О дальнейших подробностях моей классификации я говорить теперь не стану, потому что это возможно только наряду с изучением отдельных форм душевных болезней, что составляет предмет следующей части – частная патология и терапия душевных расстройств. Теперь же ограничусь только представлением этой моей классификации. Довольно большая классификация. Итак, классификация Сергея Сергеевича Корсакова. Первый класс. Скоро приходящие, психические расстройства, симптоматические и самостоятельные. А. Скоро приходящие, психопатические состояния, связанные с общими соматическими болезнями. Первое. Лихорадочный бред. Делириум фебрилле. Второе. Психопатические состояния при общих болезнях, не обусловленные лихорадкой. Инфекционный бред. Третий бред при коллапсе. Четвертый. Астеническая спутанность, конфузия, менталис, астеника. Пятое. Травматический или нервный бред. Делириум, нервозум, сеу, травматикум. И шестое. Состояния коматозные. Б. Психопатические состояния при отравлениях. Первое. Отравление алкогольными напитками, опьянение. Второе. Другие отравления, выражающиеся в расстройстве психической деятельности. С. Самостоятельные, скоро приходящие, психопатические состояния. Первое. Скоро приходящее умопомешательство, вязание-транзитория. Второе. Патологический аффект. Третье. Патологические, проявления сна, сомномулизм, просоночный бред, литургия. Четвертое. Другие. Скоро приходящие, психопатические состояния, гипнотические и другие. Второй класс. Психозы и психопатические конституции. А. Первое. Дел. Основные формы психоза. Меланхолия. Меланхолия. Ее виды. Дистемия. Меланхолика. Меланхолия. Тюпика. Меланхолия. Атонита. Меланхолия. Сеу. Ступорре. Второе. Мания. Ее виды. Мания эксальтатива. Эксальтатива. Мания тюпика. Фуримбунда. Мания гравис. А. Дистония абортива. И. Б. Дистония делириоза. Нет. Это не то. Мания гравис. Так. Следующее. Третье. Остро развивающиеся бессмыслие. Аменция мейнерти. Дисноия. Ее виды. Дисноия абортива. Б. Дисноия делириоза. Острое бредовое бессмыслие. Или острое галлюцинаторное помещательство. Ц. Дисноия ступороза. Ступидитас. Острое ступорозное бессмыслие. Первичное острое слабоумие. Д. Дисноия дементика. Четвертое. Первичное помещательство. Или паранойя. Первое острое и полуострое. Паранойя акута. Это субакута. Второе. Хроническая паранойя. Паранойя хроника и ее виды. А. Типический бред преследования. С систематическим развитием. Б. Резонирующая форма бреда, преследования, его подвид, сутяжное помещательство. С. Религиозное помещательство. Д. Эротическое помещательство. И Е. Другие виды помещательства. Смешанные формы. Это пятое. Первое. Меланхолическое умопомещательство. Вязание меланхолика. Второе. Неистовое умопомещательство. Вязание маниакализм. Третье. Кататоническое умопомещательство. Вязание кататоника. Четвертое. Преждевременное слабоумие или деменция прекокс. Подвиды ее. А. Юношеская форма. Б. Деменция параноидес. Пятое. Другие смешанные формы. Шестое. Исходные состояния. Первое. Вторичное помешательство. Паранойя секундария. Второе. Вторичное слабоумие. Деменция секундария. Б. Второй отдел. Органические психические расстройства. Органические психозы. Первое. Острый бред. Делириум акутум. Второе. Прогрессивный паралич помешанных. Парализис прогрессива алиенорум. Третье. Старческая слабоумие. Деменция сенилис. Четвертое. Недостаточно определенные, разлитые органические заболевания, выражающиеся психическими симптомами. Пятое. Полиневротический психоз. Психозис полинойритика. Ну, тут из-за скромности Сергей Сергеевич не говорит, что это корсаковский психоз. Значит, пятое. Полиневротический психоз. Психозис полинойритика. Или корсаковский психоз. Или корсаковский синдром. Шестое. Сифилис головного мозга. Льюис церебралис. Седьмое. Слабоумие вследствие ограниченного заболевания мозга. Деменция. Этлезионы, церебри, циркумскрипта. С. Третий отдел. Психопатические конституции и конституциональные психозы. Первое. Периодические психозы. Конституция периодических психических расстройств. Психозис репериодике. Психозис интермитенс. Виды его. А. Простые периодические формы. Б. Циркулярные формы. Дальше. Второе. Прирожженная психопатическая конституция. Психопатия. Дегенератива. Оригинария. Ее проявления. Первое. Общая неуравновешенность. Второе. Паранойя. Оригинария. Третье. Индуцированное помешательство. Четвертое. Бредовые вспышки дегенерантов. Пятое. Резонирующее помешательство. Шестое. Нравственное помешательство. Седьмое. Половое извращение. Восьмое. Импульсивное помешательство. Девятое. Синдромы еще не вполне выделены. Третье. Невростеническая конституция. Невростения и невростенические психозы. Психозис нойростейнике. Не нойростейнице. Четвертое. Четвертое. Психозы дегенеративно-невростенические. Первое. Психоз в форме навязчивых идей. Второе. Ипохондрия. Ипохондрические психозы. Гипохондрия. Эт психозес. Психохондрице. Или психохондрике. Пятое. Эпилептическая конституция. Эпилептические психозы. Психозис. Эпилептик. Проявление. А. Психическая дегенерация эпилептиков. Б. Скоро приходящие эпилептические психозы. С. Затяжные эпилептические психозы. А. Псих... Да, нет. Все. Теперь. Шестое. Истерическая конституция. Истерические психозы. Психозис ги-ги-гистерике. Проявление. А. Психическая дегенерация истеричных. Б. Скоро приходящие формы истерического психического расстройства. С. Затяжные формы истерического психического расстройства. Д. Психозы на истерической почве. Седьмое. Конституция связана с другими неврозами. Другие невропатические психозы, хореические психозы, психозы при базедовой болезни, при болезни судорожных поддерживаний и другие. Восьмое. Психопатическая конституция связана с болезнями общего обмена и питания и хроническими болезнями отдельных систем и органов, психические расстройства при миксидеме, при туберкулезе, артритизме, при парасиферитических процессах, при кахексии. Девятое. Психопатическая конституция, развивающаяся как последствия мозговых и, в частности, психических болезней. Десятое. Конституциональные психические болезни вследствие хронических отравлений. Первое. Хронический алкоголизм, куда относится психическая дегенерация пьяниц, белая горячка и затяжной бред пьяниц. Второе. Морфинизм. Третье. Кокаинизм. Четвертое. Другие хронические интоксикации. Одиннадцатое. Конституциональные психические расстройства, связанные с травмами физического и психического свойства. А. Собственно, травматические психозы. Б. Травматический невропсихоз. Двенадцатый. Психопатическая конституция, развивающаяся в связи с процессами периодов развития психозы детей, периода полового развития, беременности, климактерического периода, старческие психозы. Тринадцатое. Психопатическая конституция, связанная с этнографическими расовыми особенностями. И. Четырнадцатое. Недостаточно выделены психопатические конституции. И. Третий класс. Состояние психического недоразвития. Первое. Идиотизм в тесном смысле слова. Идиотизмус. Второе. Тупоумия или имбецилитас. И третье. Кретинизм. Кретинизмус. Такова классификация, которую я буду пользоваться при описании отдельных форм душевных болезней в частной психиатрии. Тогда я постараюсь указать и те основания, которые заставляют меня делать те или другие отступления от той классификации, которые теперь наиболее часто пользуются. То есть от классификации Крафт Эбинга, также от некоторых других распространенных классификаций. Ну вот на этом я и завершаю или завершил чтение главы из курса психиатрии Корсакова под названием «Классификация душевных болезней». Это вторая часть этой главы посвящена описанию, ну и, скажем так, такому детальному разжевыванию классификации самого Сергея Сергеевича Корсакова. Скажу, она, конечно, неплохая, но слишком уж детальная. Слишком детальная. Хотя, вы знаете, если сравнивать даже эту классификацию Корсакова, она довольно такая обширная с современной классификацией. Современная в МКБ, да, или там ДСМ-5 американская, или МКБ. МКБ, кстати, 11, она уже немножко сокращена. А МКБ-10 – это колоссальнейшая классификация. Поэтому, в принципе, ее можно, в общем-то, приблизительно, очень приблизительно, корсаковскую классификацию, ну, сравнить с МКБ-10. Хотя, конечно, она несколько, скажем, такая детализированная. Вот, в МКБ она, может быть, и больше охватывает форм. Вот, значит, ну, а эти формы, о которых не упоминает ни одна из перечисленных или зачитанных моей классификаций, вот. А кроме того, естественно, убраны, убраны многие, вот, употребляемые тогда, значит, ну, скажем так, назовем их нозологические единицы. Вот, они убраны, их нет. Вот, ну, вот так. Значит, следующие статьи главы «Патологическая анатомия при душевных болезнях». Я ее опущу, поскольку она скучная, да, и мало что нам даст, потому что в настоящее время, ну, что, скажем так, патологическая анатомия, перенесенные энцефалиты, перенесенные менингиты, да, вот, энцефаломенингиты, перенесенные, там, скажем так, опухоли мозга, да, травмы головного мозга, значит, даже Льюис, может быть, может быть, даже и вот с ковидом, там, какие-то изменения, значит, покажут. Атеросклеротические, дементные, вот, деменция, да, все виды деменции покажут нам, естественно, патологоанатомические или гистологические изменения в коре головного мозга. Ну, в общем, и все, я ее опускаю. Также я ее пущу в маленький раздел, посвященный аутоинтоксикации при душевных болезнях. Не знаю, существует она или не существует, думаю, нет. А потом уже начну в следующий раз с большой такой подвального раздела под названием «Этиология душевных болезней». Вот, она, конечно, большая, за один раз ее не зачитаю, но там будут все этиологические моменты упомянуты. Упомянуты. Интересная будет, интереснейший будет, скажем, такой раздел. Ну, вот, на этом я, доктор Джордж Горбатов, завершаю сегодня чтение, в том числе и чтение, видите, какая толстая. Толстенная книга, тоже мой перевод, мой переплет. Вот, книга, значит, «Курс психиатрии» Сергея Сергеевича Корсакова. Вот, сейчас я зачитаю первую часть, общую часть. Ну, вот так вот. На этом я, доктор Джордж Горбатов, завершаю чтение сегодня. И прощаюсь с вами. Сегодня имеется в виду вот в начале ночи, потому что сейчас 37 минут после полуночи у нас. А днем, наверное, я буду дальше читать. Поэтому я неправильно говорю сегодня. Сегодня в первой части или в начальном периоде ночи я заканчиваю. Спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok